Ко мне пришел нынешний зампред, в НАТО, который был, Рогозин. Есть кремлевский проект, создать партию Родина, чтобы часть голосов взять у КПРФ. Мы его сглазили в армейдизаторах. И вот нам порекомендовали третьим, это, конечно, у нас было три человека в списке голосования. Или Рыжкова Николая Ивановича, или и тебя. Рыжков отказался. Он сказал, что он, во-первых, дал согласие идти в Совет Федерации сенатором от какой-то там области. Во-вторых, он был членом Политберг, но ему неудобно. А вот ты как? Я думаю, а что тут сидеть в банке, ни хрена не делать смешно. Думаю, есть законы, есть тот же бюджет, банковские законы. Много всяких проблем. Интересно, наверное, работать. Ну, и что-то новое. Я вот, да, согласен. Ну, согласен, согласен. Потом Глазев через месяц приходит. Говорит, Глазевич, а вот ты не обидишься, вот ты не будешь третьим. Третьим мы возьмем Варенникова. Он нес знамя победы в 45-м году. Он был главнокомандующий с сухопутными силами, с ГКТП сидел, в Ефортовой, даже сказал, пусть меня суд судит, никакого пардона он не хочет. Вот он будет третьим, за него будет 17 миллионов ветеранов. Мне вот, пожалуйста, пусть будет Варенников. И Варенников был третьим. Вот мы получили 9,5% голосов в партии Родина. На что, как говорят, Путин сказал, выпустили змеи из бутылки. Ну, не важно. Ну, когда ему доложили, что Родина получила 9% голосов. Хотя это их проект.